Будучи уже подготовленным к какой-либо жизненной ситуации, становится не так страшно в тот момент, когда она происходит. В особенности это касается детей. В период каникул и активного времяпрепровождения ребят на свежем воздухе опасность травматизма возрастает. Асфальт становится местом притяжения конечностей. Сломанные руки, ноги, царапины, ушибы. Как обезопасить себя от этого и что надо делать, если так случилось? Детям, посещающим оздоровительный лагерь «Факел», на днях рассказали в Развилковской библиотеке. Детке это очень было интересно, познавательно. Они много узнали. И я думаю, смогут себе оказать эту первую помощь при различных травмах. Врачи Развилковской амбулатории наглядно продемонстрировали ребятам методы оказания первой помощи. А также им самим предложили выступить в роли врачей и пациентов. Показали информационный ролик и ответили на все возникшие у детей вопросы. Некоторые из них, кстати, касались летней напасти – клещей. Я раньше думал, что их всегда надо маслом выводить. Оказывается, нет. Я теперь знаю, что это нельзя, но я бы просто его залил маслом. А что надо делать, если так случилось, что клещ попал на твое тело? Если ты его нашел, надо попросить взрослого или, если рядом будет какой-нибудь врач, попросить его вытащить. Дети оказались весьма любознательными. И вопросов в ходе урока у них возникло немало. Ведь даже в своем юном возрасте они понимают, что порой травмы, полученные в детстве, могут плохо сказаться в будущем. При ударах жизнь сокращается, потому что тело разрушается, как механизм. Ломается, ломается, и потом рушится. И ты все делаешь для того, чтобы защищать себя? Да. Такое сотрудничество местной библиотеки и амбулатории не впервые. Социальные учреждения постоянно ведут совместную продуктивную работу. Сотрудники амбулатории приходят к нам в библиотеку с различными лекциями на совершенно разные темы по здоровью. Мы приходим в амбулаторию с книгами. У нас размещены полочки буккроссинга в хирургическом отделении, в отделении физиотерапии, в детском отделении. Подобные акции будут продолжаться. Прошедший урок, несомненно, станет хорошим подспорьем для ребят как летом, так и на протяжении всей жизни. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.